Салам алейкум, Хусейн, good evening. Салам алейкум, ассалам. Ну, короче, это на английском, то, что ты сказал, взаимно. Хусейн, какие впечатления от перехода в Кей-Доджу? Ни для кого не секрет, что твое появление здесь было для всех неожиданностью. Прежде всего, может быть, для самого Кей-Доджу, хотя мы всегда знаем, что самые хорошие бойцы рано или поздно здесь, наверное, окажутся. Но конкретно если говорить о тебе, это был большой сюрприз для нас. И, наверное, для самого себя. Может быть, как-то прокомментируешь? Впечатления, если честно сказать, самые лучшие для меня Кей-Доджу. Это действительно самые лучшие впечатления. Мне здесь очень нравится мой переход в Кей-Додж. То есть я нисколько не сожалею, а даже наоборот. То есть мне в плане человеческие отношения, менеджерские отношения, как братские отношения, то есть отношения ребят с командой, тоже как будто я попал в семью. То есть мне здесь все нравится, здесь очень хорошо. Кто-то как-то сказал, что общаясь с Хусейном Халиевым, все спрашивают, зачем ты туда пошел. Там намного слабее спарринг-партнеры. Там атмосфера такая, что просто к тебе относится как к бойцу и ничего больше, как к машине зарабатывания. Там денег каких-то, выкачивания. Просто каждый свои цели какие-то преследует. Прежде всего, может быть, какие-то корыстные. Ты заметил это как-то на себе или может быть что-то другое? Да, такие разговоры были. Если честно, мне это, если честно, очень сильно не нравилось. Здесь люди сидят в интернете, сидят на разных социальных сетях и говорят о том, что они не знают. То есть они здесь не были, они не знают, какое здесь отношение, они ничего не знают. И тем не менее, по своим незнаниям они говорят такие вещи, что типа, что Кайдодж, здесь отношения, как ты сказал, что... Потребительские, да? Да, да, такие, да. То есть я вот просто хочу ребятам сказать, что все это неправда. Ребята, хотелось бы попросить перестать вот эти вот вещи писать, потому что Мурат Кештов, он, ну, как сказать, он даже не менеджер, он брат, то есть он относится ко всем бойцам, ко всем спортсменам клуба Кайдодж, как своим братьям младшим, конечно, все младше него здесь. То есть, и он, когда мы говорим, что у нас самый лучший менеджер, он нам отвечает, что в первую очередь я брат, потом тренер, и только в третью очередь, то есть менеджер. И здесь видно, что он старается от души, он с утра до вечера, до поздней ночи, можно сказать, он здесь, он последним уходит с этого зала, то есть у него отношения очень хорошие, он вкладывает в душу своих подопечных, то есть своих, можно сказать, мы его ученики, он нас тренирует, то есть Мурат – это золотой души человек, вот так вот. Мне хотелось бы сказать, ребята, вы те, кто Мурата не знает, не пишите такие вещи, потому что если бы его знали бы, наверное, такие вещи не писали бы. Если ты помнишь, мы как-то с тобой разговаривали в частной беседе, и ты обратил внимание на то, что ребята пишут тебе и говорят, здесь слабые спарринг-партнеры, здесь вообще нету там хороших ребят, бойцов, и как-то здесь нет никаких перспектив роста для карьеры. И меня удивило вообще, что когда-то такое кто-то мог сказать, и когда я от тебя это услышал, нам бы всем, наверное, хотелось бы знать, вот, как ты чувствуешь, вот, ты уже непосредственно здесь находишься. Да, почему-то я не знаю, почему-то ребята там, вроде бы они здесь не были, вроде бы они этот клуб не видели, вроде бы они никого здесь не знают, и почему-то они такие вещи говорят. Спарринг-партнеры, как у нас нету спарринга? Конечно, у нас есть спарринг-партнеры, у нас есть спарринг-партнеры, один из лучших грепплеров мира, Рустам Чистиев у нас есть, есть Александр Яковлев, есть Альберт Туменов, есть Александр Кештов, да еще бойцы сейчас в России подтягиваются к нам, есть Марат Пеков, тоже недавно выиграл у нас бой, то есть очень хороший бойц-спарринг-партнер у нас есть. И мы не только в зале, у нас спаррингуемся, мы каждый в среду, в среду и пятницу мы выезжаем в другой клуб, в Тайгер, то есть здесь есть клуб, там тренируются бойцы из UFC, такие как Лайман Гуд, да и еще несколько бойцов. То есть есть хороший спарринг-партнер в других клубах, мы выезжаем в другие клубы, спаррингуемся, работаем с ними в парах. Ну вот ты как профессиональный спортсмен и для профессиональных спортсменов скажи, что все-таки сильный спарринг-партнер это же еще не залог победы, правильно? Может быть какие-то, когда в команде хорошие человеческие отношения между людьми, это дает какую-то стабильность и улучшает вообще качество тренировок? Да, конечно, тут ты прав, да, это сильный спарринг-партнер, он, конечно, всегда нужен, но если так посудить, у нас есть сильные спарринг-партнеры, даже не выходя с нашего клуба, то есть с нашего Кэй-Доджа, не выходя, то есть у нас есть сильный спарринг-партнеры, мы можем вырасти и в ударной технике, и в борцовской технике, и в грипплинге. То есть у нас есть бойцы высшего уровня ударной техники, есть грипплинга, ну и борьбы, и... То есть мы можем, и Мурат Кештов, он очень хорошо разбирается в универсальном виде боя, то есть он может и руки, и ноги, сам он является чемпионом мира и по грипплингу, и по тейк-кондо, то есть он очень хорошо работает и руками, очень хорошо держит лапы, то есть он... Все он умеет, то есть... Хусейн, ты как боец с большим опытом наверняка тренировался во многих-во многих клубах, и разница ли есть какая-нибудь вот такая кардинальная между тем, как проходит вообще твой распорядок дня, как тренировки проходят, и после тренировок, как вы свой досуг проводите, остается ли время, и вообще как с ребятами взаимоотношения здесь, со всей командой Кейт Доджо, с менеджерами, с теми, кто вообще там как-то сочувствует, скажем так, этому всему. Да, вот я не ответил на твой вопрос, когда ты задал вопрос, не обязательно, то есть, что... Я хотел сказать, что у нас есть сильный спарринг-партнер в нашем клубе, но здесь хочется тренироваться даже чисто из-за того, что такие братские отношения у всех бойцов между собой, то есть все друг к другу относятся от души, то есть по-братски. Если у кого-то что-то, какая-то травма получил кто-то, мы все сразу собираемся, смотрим, что как мы как-то стараемся друг друга беречь, то есть мы друг за друга как братья, то есть это, конечно, воспитание Мурада, то есть он такой, как он нам сказал, то есть как он нас здесь поставил, так и такие отношения у нас есть. И вот то, что насчет клубов, да, я тренировался в очень многих разных клубах, тренировался, в очень хороших клубах я тренировался, ну, из всех клубов мне больше всех, это не из-за того, что я сейчас нахожусь здесь, я говорю, просто это действительно мое мнение, я не обязан никому, ничем, то есть я имею в виду, там, ни в каком клубе, чтобы говорить там, если этот клуб хороший, то он хороший, если он плохой, то он плохой, просто я хочу сказать, что клуб Кэйдоджо, такого клуба, я еще не видел, если честно, то есть график тренировок в день, две тренировки у нас утром и вечером, утром мы работаем над ударной техникой, у нас есть тренер, ну, бывший тренер, он Насим Хамеда, он, да, бывший тренер по боксу, бывший тренер Насим Хамеда, очень хороший, он, то есть очень хороший класс показывает, он, то есть очень хороший тренер, он и с Майком Тайсоном тоже работал, и сейчас какая-то у них промолвши, какой-то промолвши и открывает с Майком Тайсоном, то есть тренер у нас по боксу очень хороший, и, если честно, такого уровня, две тренировки в день, и мы тренируемся, вечером мы делаем борцовскую, то есть борьба, грепплинг, один день мы в борьбе выкладываемся, второй день мы отрабатываем болевые приемы, то есть в грепплинге, то есть джиу-джитсо снизу, сверху, позиции, над позициями работаем, и еще добивание в партере, то есть на грушах работаем. Ну, ощущение одиночества и в том, что ты сам по себе как-то тренируешься, не возникает. Если честно, ощущение одиночества, я думал, если честно, так и будет, ну, с тех пор, как я сюда приехал, то есть, как я говорю, здесь братские отношения, и я, если честно, я скучаю очень сильно по дому, я скучаю по родным, по друзьям, но такого, чтобы сказать, что мне здесь не нравится, нет, если честно, мне здесь очень нравится, у меня очень хорошо идет тренировочный процесс, то есть когда я дома, у меня не получается тренироваться, да и дома я никогда в жизни не тренировался, ни один клуб, где я тренировался, не предоставлял меня, мне не предоставлял тренера, То есть я постоянно тренировался, в каких клубах я только не был, но у меня никогда не было тренера. Меня тренировали мои братья, то есть Адам, Хасан, Рустам и Аслан, самый старший. Вот кто меня тренивал, они, то есть я занимался очень в разных клубах, то есть были клубы, даже тот же American Top Team, тот же Беркут, тот же Гром, то есть есть там у нас много, Атлант Клуб. Ну я никогда не был тренера, единственный, кто мне уделял время, времени в зале, это Бачаев Ахмед, хотелось бы отметить, это клуб Хамзат, у нас в Грозном месте клуб Хамзат. Вот Бачаев Ахмед, он мне уделял времени, то есть он должен был сейчас приехать на мой бой, но у него с визой чуть-чуть не получается. Я надеюсь, они поддержали твой переход в Кей-Доте? Они, да, очень сильно поддержали, даже Ахмед сейчас сам захотел приехать сюда, побыть, он сам сейчас является президентом федерации ММА Чеченской Республики, он сам сказал, то есть я его попросил, да, и он сам захотел приехать сюда, в Америку, именно в Кей-Доте, не в какие-нибудь другие клубы, именно в Кей-Доте. Мы переговорились с Мурадом, то есть он заинтересован, он приедет, и для меня это будет очень приятный сюрприз, для меня тоже поддержка. То есть тебе, наверное, может быть, есть такое ощущение, что хотелось бы самому уже людям показать, вот насколько этот клуб, потому что ты его уже считаешь частью, ну как бы, своим клубом, потому что все-таки... Да, конечно, да, это мое родное, можно сказать, я уже, это единственный контракт из всех, с кем я согласился подписать, то есть даже и бойцовские организации, да и клубы, то есть я ни с кем не подписывал, потому что я не видел там никакого будущего, а здесь... Ну вот раз уж мы о контракте заговорили, и опять-таки, когда мы с тобой до этого разговаривали, ты говоришь, что было мнение такое, и многие люди думали, что тут вот на самом деле куда бы ты ни пошел, с тебя только копейку содрут, и никакой прибыли, и всегда ты будешь чувствовать, что ты под контрактом находишься, под какими-то обязательствами, и всегда ты что-то должен, от тебя что-то требует. Вот ты на себе это как-то почувствовал? Я, если честно, здесь я, как сказал, я почувствовал только братские отношения, у меня никто даже, в ходе не очень красиво говорить про копейку, но здесь даже об этом и разговора не было, то есть никто мне ни о чем и не говорит, то есть здесь у меня есть свои спонсора, ребята с Старопольского края, с Железноводска, с Иноземцева, ребята, которые мне помогают, Ну, я имею в виду, то есть, в любом случае, если, конечно, если мне что-то говорят, то у меня есть спонсора, которые мне помогают, они и помогают, они меня сюда и отправили, и проспонсировали, это Поминов Игорь, Лысиков Иван и Печалов Иван. То есть это три человека, которые непосредственно с самых первых дней, с самых первых минут моего перехода в ММА стабильно поддерживали меня во всем, я не нуждался ни в чем, то есть они в финансовом плане постоянно. Хоть я выступал в то время еще за другой клуб, не хочу сейчас название говорить, все знают, в каком я клубе тренировался, этот клуб для меня ничего не сделал, но хоть многие, хотя многие думают, что этот клуб для меня все сделал, там в интернетах писали все, что не надо, все, что они не знают. Просто хотелось бы тоже сообщить, что для меня, именно мне, я не говорю про братьев никого, именно мне поддержка была только со Старопольского края, от Лысикова Ивана Ивановича, от Поминова Игоря и от Печалова Ивана. И вот откуда у меня была поддержка? А вот сейчас я то, что хочу сказать, здесь я живу как моя вторая семья, можно сказать, моя вторая семья, никаких вопросов насчет монеты здесь я даже не слышал. Я сам знаю, мне помогает, я сам что делать, я знаю, но даже если бы я сам этого не знал бы, мне никто ничего не говорит, что здесь надо, это, это. Нам сейчас сняли очень хороший большой дом, не сняли, купили его в Кэйдонж, это купили дом, очень хороший дом, то есть... Да, я опоздаю, уже 30 минут опознал, увидимся. Да, это было. И, то есть, мы живем сейчас в очень хороших условиях, у нас с питанием, сейчас я гоняю вес, у меня даже, наверное, видно, у меня глаза палят, щеки уже, это. И живем в шикарных условиях, большой двухэтажный дом, все условия есть, все бытовые, небытовые техники, то есть, что можно сказать, я как бы в раю, живу очень хорошо. Ну, ты знаешь, нам тоже очень приятно то, что ты ни капли не пожалел, и, естественно, вдвойне приятно работать с тобой и с такими ребятами. Просто очень хотелось бы, чтобы на самом деле, вот то, что ты словами сказал, люди глазами увидели когда-то и на себе почувствовали, кто планирует или кто там не планирует сюда приезжать. Просто все-таки спорт, наверное, это немного другое, и если человек делает свой выбор, профессиональный спортсмен, он знает, что он делает. Нам очень приятно, Хусейн. Спасибо большое, это было замечательное интервью. Вы, пожалуйста. Слава Алейкум, братия.